Приветствую вас. Вопрос не то чтобы такой на проблему, здесь больше вопрос просветительского, наверное, плана, потому что на мой взгляд, ну, как бы ответ на этот вопрос не только очевиден, вот. Но почему я захотел, собственно, записать именно аудио ответ, а не просто ответить, потому что проблематика она такая вот на самом деле существует в более глобальной, так сказать, плоскости, не только касающейся темы вопроса, когда психолог что-то навязывает. И лично я сталкивался с тем, что меня обвиняли в том, что вот, значит, что-то я навязываю. Вот, и, соответственно, сейчас вот человек столкнулся с тем, что ему навязывают, значит, вопросы веры. Вот, мне кажется, что элемент, вот такой элемент навязывания, конечно, элемента навязывания, конечно, стоит избегать. Вот, стоит избегать, потому что навязывание это не терапевтично, навязывание это не, никогда не бывает хорошо, навязывание это всегда, в общем-то, травмирует, да, как бы, человека, навязывание всегда это, вот, что-то такое, чего все-таки нужно избегать, особенно если мы работаем в психотерапии, особенно если мы работаем с людьми, и к нам приходят люди, в общем-то, в, ну вот, в не самое лучшее свое время, да, в не самые хорошие, скажем так, дни, ну вот, и мы должны быть предельно внимательны и предельно деликатны по отношению к их точкам зрения, по отношению к их мнению, по отношению к их, вот, восприятию мира, реальности и точки зрения, да, если она, если она, как кажется, нам, вот, ну, какой-то, какой-то, вот, неправильно, например, вот. То есть тут вопрос, на мой взгляд, совершенно однозначно, вот. Но, может ли психолог настаивать на своей позиции? И на том, что какая-то позиция клиента ему вредит? Мне кажется, что может, может. И мне кажется, что психотерапевт, психолог, да, если видит, что клиент придерживается какой-то позиции, которая ему вредит, вот, а отказывается от нее, от этой, вот, позиции не готов, да, ну, не хочет, боится, там, например, не соглашается, да, то мне кажется, что в этом случае, когда подобное происходит, мне кажется, что просто имеет смысл отказаться от работы с таким клиентом. И это будет честно. То есть вот ситуация, которая описывает клиент, что она атеист, когда мозг костей. И ей психолог навязывает свою веру. Конечно, люди в большинстве своем, наверное, согласятся с тем, что подобное поведение со стороны психолога неприемлемо. Но, судя по тому, что автор этого вопроса его задает и спрашивает, стоит ли ходить к психологу, он сомневается. Да, может быть, вы не совсем уверенный в себе человек. И, может быть, именно по этой причине вы обратились к психологу, в принципе. Потому что вы чувствовали или чувствуете себя неуверенно. Вполне может такое быть. И если это проблема, то, конечно, вот с ней, с этой проблемой, на мой взгляд, нужно работать. Безусловно. Вот. Как мне кажется. По крайней мере. Но, мне кажется, что подобные сложности возникают не только в данном случае. Подобные сложности, как мне кажется, возникают и куда более глобально. В том смысле, что людям кажется, что психолог, если он что-то навязывает, то он может быть прав. И люди сомневаются. И здесь все-таки я хотел бы повторить свою мысль. Что этот специалист на самом деле может быть уверен в том, что вера поможет клиенту. Поможет вам. Но, если он видит, что вы, мягко говоря, отристили, ну вот как вы сами сказали, да, что вы отристили до мозга костей. Вот. Если он видит это, и считает, например, что атеизм вам вреден, это его право. Он действительно может так считать. И он может на этом настаивать. Да, это неоднозначная позиция. Тут можно, на мой взгляд, подискутировать, может ли психолог настаивать на таких вещах. Тем более, они достаточно, эти вещи деликатные, они достаточно, эти вещи интимные. Ну, я имею ввиду вопрос веры. Это правда. Это правда. Но, если специалисты настаивают на своей позиции, он считает, что клиенту вредна. Вредна. Вредит. Его точка зрения. Его точка зрения. То, мне кажется, что честнее было бы все же отказаться с ним работать. То есть, отказаться от ответственности. Если мы считаем, что клиент себе вредит, мы отказываемся с ним работать. Эта позиция, мне кажется, честна. Но, если вот психолог просто продолжает навязывать свою точку зрения, не отказываясь работать с вами. А пытаясь вот, что называется, переубедить. Тут нужно четко понимать, что это не про вас. Это про него. Специалист не пытается нам помочь здесь. Он решает какую-то свою проблему. Это печаль. Это грустно. Это больно. Лично мне. От того, что сейчас я должен это говорить. Потому что я хочу, чтобы психологическое сообщество было таким, ну как вот, единым фронтом. Но то, что я говорю, мне претит. Мне не нравится. Но в данном случае я пытаюсь быть на стороне клиентов. У людей, которые более уязвимы, чем психологи. Почнее, не так. Уязвимы все. Но у клиентов меньше способов тебе помочь, чем у психолога. Психолога больше способов тебе помочь. У нас есть сообщество, коллеги, контакты. И в этом смысле мы находимся в более выигрышной позиции. Я специально не говорю о знаниях. Потому что считаю, что знания помогают не всегда. Ни всем, ни каждому. К психологу очень хорошо подходит такая позиция, знаете, вот позиция сапожник без сапог. Не может себе, не может себе сам психолог помочь. Сам себе не может. Другому человеку может. Поэтому навязывать что-то, когда нам пытаются что-то навязывать, не торопитесь этого человека отталкивать. Может быть, он это делает из чистых побуждений. Но, если вы отказываетесь, если вы предлагаете завершить отношения, потому что вы не сходитесь во взглядах, что нормально. Он верующий, вы атеистка или, например, он может быть одной верой, да? Допустим, вы можете быть другой верой. Вот. Это нормально. То есть такие вот различия, как бы. Они нормальные. Если вы видите, что человек вам навязывает, ему очень желательно такому человеку сказать, что вы понимаете, что он вам хочет помочь. Но своего мнения вы не измените. Вреда вы никакого в этом не видите. И если в вашей парадигме помогать вам для психолога является чем-то тяжелым, а всеми люди, у нас у всех есть свои особенности. Опять же, можно об этом много говорить, можно об этом долго говорить, но психолог, являясь человеком, обладает определенными особенностями. Как бы мы не пытались, условно говоря, этого избежать, да? Вот. Как бы мы не пытались сделать вид, что психолог это идеально люди нет. И, соответственно, если человек не соглашается, контакт прерывает, то это означает, что, к сожалению, специалист, скорее всего, столкнулся с определенными проявлениями. Профессионально выгорали. Вот. К большому сожалению. К очень большому сожалению. К очень большому сожалению. Кс... К張я? К чему… К Н om%, Öм, К – К чем больше. К… К – И – К Ram, К – Того, чтобы поддержать и сохранить свой образ. Я сейчас не пытаюсь оскорбить или задеть кого-то из коллег, и не из тех, кто верит в Бога и пытается нести эту веру в Бога. Но я думал, что для религиозных тематик существует такой институт, как церковь. И в рамках церкви существует такая помощь, как помощь священникам, на мой взгляд. И мне кажется, что хоть и священник, и психолог делают вещи примерно одинаковые, и не всегда психолог делает эти вещи лучше. Мне все же кажется, что разница между психологом и священником именно в том, что психолог это человек светский. Естественно, никакого запрета, тем более от меня, на забрагивание, скажем так, вопросов веры на психотерапию, что светским нет и быть не может. Это личная ответственность каждого специалиста. Но давайте будем честны в первую очередь перед собой. Хотим ли мы помочь тому, тому, кого мы пытаемся переубедить, переубедить, ввиду, что человек хочет с нами отношения завершить. Давайте будем честны, хотим ли мы доверять нашу жизнь, наши проблемы, наши сложности тем, кто пытается нас переубедить. Сможем ли мы доверять такому человеку? Сможете ли вы, Кристина, автор вопроса, доверять тому, кто пытается вас переубедить? Если по ну, по какой-то случайности вы сможете доверять такому человеку? Или по какой-то случайности ну, произойдет, или точнее не произойдет, а ну, правильно, наверное, будет сказать, по какой-то случайности, не смотря, не смотря, не смотря на то, что о о о человек вас, вот, ну, пытается переубедить, да, вот. Да, если получилось так, что вы все равно чувствуете, что это ваш человек, где-то в глубине души, чувствуете, что это ваш человек, что он не очень, не очень, эм, как бы адекватный модель выбрал время одессы с вами, но она вам отвлекается, оставайтесь. Но если вы чувствуете, что вы не на своем месте, если вы чувствуете, что вы не там, где вы хотите быть, если вы чувствуете, что вы, э, ну, э, не ощущаете комфорта, так, если вы, не, чувствуете так, то, на мой взгляд, такое общение, и такой контакт, необходимо прерывать. что ничего хорошего из него не получится, ни для вас, не как это, парадоксально и печально, для специалиста тоже. просто, будьте, счастны с собой, и, многие вещи, для вас, проясняются. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам, начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, и удачи!